вот тут у меня кача работает такая маленькая первичная обмотка кротенькая потому что работает на высокой частоте на 3,1 герц 34 вольта на качере от этого преобразовательно питается вход 27 вольт на выходе 34 вольта я вот пробую ферриты в качере засылать чтобы понижать частоту им это вот 4 м 400 гажаж или н н феррит д 07 на что-то греется вроде бы он и 400 проницаемость достаточно малая проницаемость вроде бы должен не греться он греется видимо свет не умели хорошо тогда еще готовить феррит вот этот феррит наверное от кого-то фильтра и у него неизвестно какая проницаемость но от у 2 у меня феррит изложен один одного цвета другой другого и он как-то не особо греется попробую вот 3,1 мегагерца я всуну его вот и 2,2 мегагерца стало чистота чистота вот вот работает еще можно от это всунуть и еще поменять чистоту 1,7 мегагерца 1,7 мегагерца нормально как бы кача работает все на скрит примерно как и длинная катушка будет немножко послабее все равно первичка очень коротенькая как бы достаточно хорошо работает вот тут можно от этого преобразователя поднимать на 50 культ напряжения 1,7 мегагерца но я не об этом там все ну все 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 Я раньше не заметил, что эти ферриты разные, мне нужно знать, какой из них больше греется. Вот если качер отключу, то прибавки почти никакой нет лампы. Тут 116 мот ламп. А если феррит в сумме, то уже прибавка есть, потому что прибавка есть примерно, ну, самая высокая на частоте где-то 1,7-1,6 МГц. 1,68 МГц. Теперь 1,8 МГц. 2,8 МГц. Я хочу сделать, чтобы частота была где-то 3,2,3,4,3,6 МГц. Для этого качера либо нужно будет первичку укорочить, либо вот этот провод как-то укоротить, все поближе подвинуть. вот тут потребляет где-то 2,5 А все вместе с качером. вот этот плечик не работает. вот этот плечик не работает. вот тут революции 32 Вообще, если подкрутить чистоту шпуля, нужно это очень ярко светить. Это 20 ватт лампы, но вот эту лампу так само ярко не удастся светить. Потому что тут индуктор 25 метров, шестифиляр где-то 36 метров. И параллельно шестифиляр нет резонансного конденсатора. Потом тут отцепим. Если будет, вот, мы его ставим. Ну, конечно, могу поставить, потом подкрутить чистоту тоже могу ярко настроить. Ну, а теперь пока надо. Когда есть резонансный конденсатор, тогда откачурую никакой прибавки нет. Я думаю, и тут можно его не ставить. Думаю, можно его не ставить. Но, когда его поставить, тогда лучше видно, что когда есть ли прибавка настоящая или нет. А то... Так, когда нету конденсатора, тогда прибавка по свечению есть, но это тогда непонятно или нет. Настоящая прибавка и нет просто сложение мощностей. От потребления 5 ампер где-то 26 вольт. В этом конденсаторе есть маленькая прибавка сложения мощностей, но это не то, что... Должно быть. Какой-то у меня был мост. Кто-то качал горшок. Теперь мне нужно отключить. Вот от этого блока-то я отключил. Пока он выключен. И вот тут шестифиляр 36 где-то 36,5-37 метров. И вот полволна где-то должна получиться на 3,6-3,8-3,4-3,2. А где-то так. Вот мне хочется 5 чермет волну сделать. Немножко не хватает. Полула нам вот такой частоте. Надо будет. Немножко не хватает. Получше частоты надо, чтобы получилось 3,6-3,6-3,4-3,5-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-4-3,4-3,4-3,4-4,4-3,4-4,4-3,4-3,4-3,4,4-3,4-3,4-4,4-3,4,4-4,4. Таких 3,6 может. Но даже если тут еще эту спину сжать, надо поднимется. А пока я не хочу ничего тут отрезать. Может быть намотаю на катушку транистер. Теперь кача горячий, что питается все-таки 3,9-й. Другой. С другой стороны должен быть. Ну и частота 3,9-й. Может на переключение ему трудновато переключить. Вот так поделка транистра. Подделка тоже достаточно. Хорошо работает. Вот у меня оригинальный. Потом до 25 до 0,0. Оригинальный. Тоже греет. Вот тут как бы выше напряжение должно выше попадать. Вот тут как бы выше напряжение должно выше попадать. Транистеры стоят. РФ 460. РФ 460. РФ 460. Тут слаберы пока отключены. Тут работает пешпу на 28 мегагерц. Килогерц. Хорошо. Как бы не горячий. Тут не годятся такие горшки. Они слишком высокочастотные. А может как раз. Они не кельцинковые. Но что-то они, как я заметил, они больше греются, чем органицинковые. У них преимущественность может меньше и быстрее в насыщение входит. Поэтому греются. И может у них больше потерь на переключение. Хотя они высокочастотные. Поэтому наоборот у них должно там не быть потеряно переключение. Так как сопротивление этих марганецинковых очень большое. хроническое сопротивление. Поэтому у них совсем нет потерь на вихревые токи. На органицинковых они есть, но тоже очень маленькие. На низких частотах они очень маленькие. Достаточно маленькие. Но с ростом частоты там уже 100 кГц, 200, 500 кГц уже начинают расти эти потери. Но у них марганецинковых меньше потерь на перемогни, чем у них. Но тут частота на 28 кГц, я бы не сказал, что очень большая. Чем большая, чтобы на нем большие потери какие-то. Транистор этот чуть выше комнатной температуры холоднее, чем моя рука. Может, это тоже примерно такой же. Еще чуть-чуть теплее. Вот этот феррит, да, по-моему, он 7 греется, чем этот. Немножко теплее, но он не такой сильно теплый, что там что-то не горячее. Вот эта горячая нагревается, становится. Такую самую частоту у нас труба. 1,8 меганерс. Можно на 2,2 какие. Ну, 2,4 даже. У него кончик нагревается, такое чувство, что у него проницаемость побольше. 2,4. Вот так, сколько у него нет. Бывает 3. я хотел покупать уже на алиэкспресс ferrit на какие две тысячи проницаем веса проницаемость но канала что у них есть покупать а 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 Всё кончается